Кажется, Челябинск достиг дна. В общем, потопе этого года утонуло все, что только можно, в том числе и Митрофановское кладбище. Вода здесь стоит несколько месяцев, и за это время погост превратился в болото. И без того невеселое место теперь стало просто жутким. Конечно, не такого последнего пристанища желаешь своим близким. Достаточно глубоко, то есть не в ботинках, только конкретно прям вот сапоги. Какая здесь примерно глубина? Покажите, пожалуйста. Болото, то есть оно уже все цветет, вот, тут уже там, мне кажется, уже и камыши. Фраза «все там будем» еще никогда не была так актуальна. Причем не на кладбище, а в воде. Родственники усопших боятся, что в сезон осенних дождей и затопленных могил станет еще больше. А после зимних морозов надгробия могут разрушиться. Замерзнет все, и вот эти постаменты, то, что в воде, мне кажется, это все льдом просто раздавит, и все, и по весне все попадает, уже конкретно все памятники. И так некоторые уже вот там вот, вон он стоит, вот облокоченный. Сейчас на Митрофановском кладбище захоронения запрещены, но есть свободные места, купленные, так сказать, на будущее. Участок на три условных могилы стоит примерно 80 тысяч, но гроб придется топить, а не закапывать. Челябинцы жалуются в администрацию кладбища, но вода и ныне там. Могилы стоят в воде, памятники, которые вы устанавливаете, тоже портятся. Люди попадают на деньги. Вот это же природа, мы что можем сделать. Руководство кладбища уверяет, что регулярно откачивают воду помпой, но она возвращается. Челябинцы считают, что решение найти можно. Например, выкопать канал для отвода воды. На это нужны деньги, а мы слышали, похоронный бизнес их не приносит. Хватает только на Майбахе. Пока мы ждем комментарии от администрации города по этой ситуации, родственники невольных утопленников ждут от чиновников конкретных действий.